Вопрос подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией остров стал сразу по окончании Второй Карабахской войны в 2020 году. Определённые подвижки в вопросе урегулирования стали появляться уже после проявления повышенного интереса к процессам на Южном Кавказе Запада. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян осенью этого года на пражском саммите лидеров ЕС при посредничестве европейцев подписали документ, утверждающий, что делимитация границы между странами и мирный договор должны опираться на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию. А из заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на состоявшейся в четверг пресс-конференции, посвященной проблематике европейской безопасности, можно сделать вывод, что и Москва не против предложения Европы. Подписание лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном 6 октября в Праге документа, фиксирующего то, что мирный договор между Баку и Ереваном должен опираться на границы двух государств в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, решает вопрос статуса Карабаха. Алма-Атинская декларация создания СНГ четко говорит, что границы новых государств будут основываться на административных границах между республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР, сказал Лавров. Нежеланный в Армении документ предусматривает утверждение Карабаха как территории Азербайджана. И Лавров в этот раз заявил, что поскольку под ним подписались все стороны, Москва признает Алма-Атинскую декларацию без каких-либо оговорок. Примечательно, что в речи главы российского МИД явно слышались нотки недовольства Москвы Ереваном, о чем говорит и его ответ армянской стороне на просьбу армянских дипломатов подтвердить прежние российские предложения, не совсем из-за переведения переговоров. Такого же мнения придерживается и российский политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. В беседе с корреспондентом «Калибер» АЗМ Нижмаков отметил, что заявление Лаврова подтверждает существующие противоречия между Россией и Арменией. В ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности Сергей Лавров выступил с достаточно резкой репликой в адрес официального Еревана, мол, это не из оперы ведения переговоров, а из какой-то другой, что еще раз свидетельствует о противоречиях между Москвой и правительством Армении. И стоит отметить, что на официальном уровне Никол Пашинян и руководство МИД Армении эту реплику российского дипломата пока не комментировали. Даже представляющий правящую партию гражданский договор, глава постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян высказался по поводу реплики Сергея Лаврова весьма сдержанно, просто отметив, что последний не сказал ничего нового. А ведь парламентские политики, даже из проправительственного лагеря, как правило, меньше ограничены в своих высказываниях, чем чиновники исполнительной власти. Поэтому можно предположить, что противоречия между командой Никола Пашиняна и Москвой пока не достигли своего пика. Возможно, идут закрытые консультации, на фоне которых официальные лица в Армении и сохраняют осторожность в публичных высказываниях, предположил российский политолог. Как считает М. Нижмаков, причина, почему представители армянской оппозиции, возмущены тем, что Лавров одобрил положение Алма-Атинской декларации вполне объяснимо. Если бы партия «Страна для жизни» не подвергла критике трактовку Алма-Атинской декларации Сергеем Лавровым, это осложнило бы ее работу с протестной аудиторией в Армении. Не говоря уже о том, что лидер партии Мисроп Аракелян официально стал советником Рубена Варданяна, приоритеты деятельности которого в данный момент общеизвестны. Это само по себе не значит, что эта партия или команда Рубена Варданяна идет на реальное обострение отношений с Москвой. В политике риторика и фактическое сотрудничество очень часто находятся в разных плоскостях. К тому же заявление «Страны для жизни» выдержано в достаточно умеренном ключе по отношению к России, сказал наш собеседник. Российский же общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в своем комментарии для «Калибер». Эйзи вообще подчеркнул, что слова Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что Россия ужесточает свою позицию в отношении Армении. Это произошло после грубого демарша Никола Пашиняна на прошедшем в Ереване саммите ОДКБ. Твердая приверженность России к Алма-Атинской декларации и рекомендации Еревану строго придерживаться этого документа ясно свидетельствует о том, что Россия признает, что Карабах — это Азербайджан. А руководство Армении рекомендуется вместо флирта с Францией, вместо затягивания Парижа на Южный Кавказ для дестабилизации ситуации, вместо бесплодных надежд на присутствие французских войск в Карабахе как можно быстрее садиться за стол переговоров с Азербайджаном. И проводить переговоры серьезно, существенно, договариваться о форматах, сроках, этапах полной интеграции Карабаха в состав Азербайджана.